Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение второго послания фессалоникийцам, вторая глава. Итак, апостол Павел говорит о том, как он пришел в Фессалонику. Здесь надо немножко вспомнить обстоятельства его появления там. Дело в том, что в Филиппах, которая была римская колония, что означает римская колония? Это означает, что там жили отставные римские ветераны. И эти солдаты, они, в общем-то, жили по законам Рима. Не по местным законам, а они считали себя прежними подданными, что и было Рима, и у них была такая своя власть. И когда апостол Павел пришел к Филиппу и стал там проповедовать, то эта проповедь была принята не столько с осторожностью, но и с возмущением, что нам, римлянам, проповедуют обычаи, совершенно противоположные тем, которые были установлены, в которых они родились и всю жизнь прожили. И, в общем-то, апостол Павел, попадая в тюрьму, от которой он был чудесным образом освобожден, но при том обстоятельства происходят таким образом, что он даже не успеет отреагировать. Его схватили, избили, и он даже не успел заявить о своем римском гражданстве. Он вспомнил о нем на следующий день, и, поняв, что дело пахнет чем-то таким нехорошим, поскольку римского гражданина не могли подвергнуть истязаниям и побоям без всякого суда и рассмотрение его дела, то местная власть решила от него быстрее избавиться, снять эту неприятную для них проблему, и попросили его как можно быстрее удалиться. И вот апостол Павел буквально через неделю приходит в Фессалониках, и понятно, что его внешний облик уж никак не свидетельствует о том, что он является Божьим посланником, да, он был избит, еще, может быть, синяки, кровопотеки, раны на его теле, и в этом таком неприглядном, невзрачном состоянии он обращается к своей новой аудитории, аудитории, которая видит его впервые. И что же он говорит об этом? Читаем. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Итак, другими словами, конечно, эта ситуация для самого апостола была непростой. Еще раз скажу, то, что произошло в Филиппах, для него было полной неожиданностью. Хотя, конечно, мы знаем с вами из книги «Деяний», из первого путешествия, которое описано в 13-14 главах книги «Деянистых апостолов». Такого рода злоключения с апостолом Павлом проходили не впервые. И, тем не менее, все-таки он пришел в Европу не сам, а по повелению Божию. И здесь, только перешагнув ее порог, только начав проповедовать здесь, он вдруг столкнулся вот с этой довольно неприятной для себя ситуацией, будучи избит и оказавшись в колодках, в тюрьме. Будучи, по сути своей, выгнан из Филипп и оказавшись в Фессалониках, он все равно стал проповедовать. То есть, происшедшее буквально за несколько дней до этого его не остановило. Хотя, еще раз вспомним, его внешний облик вряд ли мог внушать доверие кого бы то ни было. Но апостол говорит, что мы угождаем не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. То есть, если бы его речь пыталась кого-то заманить, если бы он хотел кого-то обольстить или обмануть, то тогда бы всего этого с ним бы, конечно, не произошло. Но поскольку он служит Богу, то оказывается, что реакция на его слова, она может быть совершенно другой. Но все это апостол Павел рассматривает именно как испытание, испытание сердца. Четвертый стих. И говорит о том, что он никогда не пытался ни ласкательством, ни обманом, ни корысти завладеть Фессалоникийской церкви. Шестой стих. Их не ищем слава человеческой ни от вас, ни от других. Вы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходятся с детьми своими. Так и мы из усердия к вам восхотели предвать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение ночью и днем, работая, чтобы не оготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Светили вы и Бог, как святый и праведный, безукоризненно, поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Итак, апостол Павел не сомневается в том, что даже вот в такой ситуации все равно осуществляется призвание Божие, что даже когда он проповедует вот таким, каким он есть, все равно через него или в нем действует Бог. Но это не исключает того, что сам апостол, как он говорит, пришел в Фессалонике не как апостол Христов, а как просто человек скромный. И здесь два очень важных, интересных образца. Сначала он называет себя кормилицей, которая нежно обходится со своими детьми, а потом говорит о себе, как об отце своих детей, которого каждого из них он просил, убеждал, изменить свою жизнь и поступать так, как это призвание Божие их обязывает. И вот очень важно, что буквально апостол Павел говорит о своей любви, что он готов им передать все в себе. И вот чтобы не обременять их, чтобы у них не возникло ощущение, мнение, что его проповедь связана с какой-то корыстью, желанием получить какие-то дивиденды, он, как он сам говорит, ночью и днем работает. А апостол Павел был изготовителем палаток, которые делали из шерсти, килики, палатки, драпировки, какие-то ширмы. Вот это был его такой семейный промысел, и он ему был обучен, хотя он и по образованию прежде всего был еврейским учителем, раввин, но каждый учитель, он должен был иметь какое-то ремесло, он должен все-таки был учить людей бесплатно. Единственный случай, когда раввин мог брать плату, было обучение детей, потому что детей должны были учить родители. А вот так, в принципе, его служение, оно должно было быть бескорыстным. Поэтому еврейские учителя, они имели какое-то ремесло, которым зарабатывали себе на жизнь. Апостол Павел делал такие драпировки, палатки, ширмы. Кроме того, да, не только бескорыстие, то есть нежелание хоть как-то поживиться за тех, кто поверил апостолу Павлу, но и сама жизнь, да, как Бог свят, действительно праведно, безукоризно поступали мы перед вами верующими. Вот, то есть, другими словами, апостол был для них примером. Мы же не раз говорили, что это был очень важный пример, да, потому что если бы жизнь апостола, она бы расходилась с его словом, то все пошло бы под откос, да. Все эти слова, они бы так повисли в воздуху. Но очень важно, что действительно апостол Павел всегда старался соответствовать тому, что он говорит. И это, соответственно, оно действительно привлекало людей, да. У него не было и тени какой-то надменности, фарисейства или какой-то раздвоенности. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас верующих». Итак, вот, все, что апостол Павел перечислил, было признано доказать именно это. То, что он говорит, является Словом Божиим, а не Словом человеческим. Важно, да, что вот здесь мы все время встречаем по ходу письма «Благодарение Богу». То есть удалось апостолу Павлу, да, вопреки, может быть, всему тому, что препятствовал его успеху. И действительно, в фессалониках он организовал очень важную христианскую общину. И себе ли он приписывает успех? Конечно, нет. Он все время благодарит Бога, потому что, казалось бы, по всей человечеству даже это и невозможно. Но Бог через апостол совершал чудеса. И вы, братья, сделали с подражателями Церкви Божией во Христе Иисусе, находящимися в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили Господа Иисуса Христа и пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют, там, говорить, язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меры своих грехов, но приближается на них гнев до конца. Итак, конечно, мне эта тема очень важна, она будет и дальше апостолом Павлом разобрана, рассмотрена не только в первом послании, но и во втором послании станет одной из центральных. Люди приходили ко Христу, они отзывались на проповедь апостолов и миссионеров, но здесь тут же в их жизнь ходили какие-то скорби, испытания, им приходилось расплачиваться за свой выбор. И это, конечно, было непросто, потому что, собственно говоря, их обращение ко Христу не встречало понимания у окружения, и поэтому необходимо было еще выстоять, всегда, можно сказать, отстоять свою новую веру. И мы понимаем, в каком непростом положении, на самом-то деле, находились ранние христиане. И вот здесь апостол Павел, он пытается как бы утвердить своих адресатов, он напоминает о том, что их случай не уникален, потому что это так часто бывает, люди думают, что вот всем хорошо вокруг, а мне только плохо. Нет, говорит апостол Павел, в общем-то, все вы, которые терпите гонения от своих единоплеменников, вы идете путем Христа, путем всех посланцев Божьих, пророков, которые гнали, и прежде всего, конечно, это противопостояние, оно продолжается и для церкви ваудеи, то есть для материнской церкви, которые гонят их окружение, их единоплеменники, иудеи, но не только на церковь Иерусалимскую обращают они свой взор, но и препятствуют говорить язычникам, чтобы спаслись. То есть, другими словами, вот как бы получилось, что те, кто избраны Богом, на самом-то деле оказались гонителями и хулителями. Но апостол Павел выражает уверенность, что приближается на них гнев до конца. Мы же, быв разлучены с вами на короткое время, лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. То есть, сам апостол Павел, конечно, хотел бы вернуться в Иерусалоники, и не просто писать письма, иметь возможность поговорить, пообщаться. Но, желая этого, раз и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Не какие-то обстоятельства или ситуации, а именно вот сатана. То есть, другими словами, апостол Павел воспринимает свою деятельность как противопостояние Бога и дьяволу. И хотя, конечно, пока еще эта проповедь, она не имеет каких-то таких заметных последствий для мира. Можно сказать, вообще проходит им пока еще незамеченным. Тем не менее, дьявол как бы уже вмешивается в дело апостолов. Он пытается что-то здесь этому противопоставить. И апостол Павел чувствует, он понимает это. И то, что он не смог, несмотря на свое горячее желание прийти в Иерусалоники, он видит в этом противление, противодействие ему сил зла. «Ибо наши надежды и радость и венец похвалы, кто не выли перед Господом нашим Иисусом Христом пришествия Его, ибо вы – слава наша и радость». Итак, мы видим, что на самом-то деле каждая глава заканчивается каким-то таким эсхатологическим ободрением. тема эсхатологии, то есть учение о конце времен, она очень важна для этого послания и для двух этих посланий в Иерусалоникиице в целом. И здесь апостол Павел говорит, да, сейчас, настоящий момент, мы не можем воссоединиться, мы не можем быть вместе, я не могу прийти к вам. Но он выражает надежду и уверенность в том, что даже если сейчас это невозможно, а когда он приедет в Фессалоники, он пока еще не знает, тем не менее, он уверен, что фессалоникистская церковь – это его венец подхвалы перед Господом нашим Иисусом Христом. То есть это его награда, это его радость. Да, вы – слава наша и радость, говорит апостол. То есть другими словами их воссоединение, оно обязательно произойдет. Даже если это не случится, в ближайшем будущем перед Христом они будут вместе. И эта связь, она крепче, может быть, даже любой другой связи, потому что это единство во Христе. не только какие-то человеческие связи, не только возможность в данный момент увидеться или общаться вместе, но вот то, что произошло, когда апостол Павел пришел в Фессалоники, оно переводит фессалоникицев в вечности. И в вечности они уже будут вместе. Но, конечно, это и рождает особую ответственность апостола Павла за те церкви, которые он обосновал. Именно эта ответственность, она и подталкивает его к тому, чтобы он писал послание, вел переписку. И, собственно, дальше в последующих главах апостол Павел и об этом говорит в первую очередь. Именно этой ответственностью продиктованы все то, что будет написано потом. Продолжение следует...